Юнский день. Он прекрасен и своеобразен, по-своему радует первозданностью и теплотой. Начинается он с веселого рассвета, когда синие сизый туман тает в светлеющее пространстве, вступая месту, еще прохладному, по весеннему, но наполненному тысячами плавающих ароматом воздуха. Большие увесистые капли русы неприступно висят на светло-зеленых степельках травы, нежатся, дыхая чарующий запах. В это время начинают тихую и трогательную мелодии птицы, перекликаясь между собой. Они потихоньку открывают новый день, и голоса становятся все крепче и сгонче. Бездонное березовое небо, обрисовавшись на горизонте. Уверена заявила о попроснувшемся дне. Далее начинает появляться крокотный краешек огненного отношения. И чем выше поднимается золотой обруч, тем крепче обвораживает нас своей сияющей силой. Первые лучи ложатся на землю неуверенно, словно боясь нарушить безмолвие природы. Следующие лучи медленно с пульса по разнотравлю завляют себе все строже. И изумрудные капельки в этот момент серебряция играют в алмазном оттенке, сжимаясь от приближающейся теплоты. А на узкой просолочной дороге, уходящей в лес, начинается полнокровная жизнь. Одинокая фигура высокого человека мерзно шагающего по вьюшейся тропинке в направлении дороги хорошо видна издалека. Распластавшийся подорожник ковром стелится под ногами. Из-за крайних белокурых белорос выскочил серый заяц, оставляя на высочей грунтовой дороге маленькую полоску пыли. Окрепшие солнечные лучи, обликаясь в остроконечные стрелки, пробиваются сквозь плотную завесу из омкнутых листьев, стараясь добраться до земли. И на отдельной лесной поляне они находят в себе пристанище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...